Мага Имага Личинка Не личинка, взрослая Особь организма, который имеет Личиночную стадию Вот же такое имага Ну и Ники Ну и Ники, ей богу А, ну да, кто бы говорил От бутылку Подписано И уйдет В ближайшие Ну не часы, завтра по идее Уже уйдет Ну а я рад приветствовать всех Телезрителей и радиослушателей С вами Бутылкус Продолжаем Разговор на тему похудения Сегодня я решил Продолжить Тему, в первую очередь Наверное, такую Диетологическую Но Уже более интересную Спросили у меня вконтакте Или где-то В комментах В роликах под ютубом Использовал ли я Какие-нибудь ЖЖ ЖЖ Ребят, вот вы Когда задаете вопросы Не пользуйтесь, пожалуйста Идиотскими сокращениями Что такое ЖЖ ЖЖ я пользовался Тогда, когда Это еще не было Мейнстримом Вот Это потом Для меня Относительно По контексту Дошло Что все-таки Речь идет о Жиросжигателях Да Но не тех О которых Можно Было бы подумать Не те Жиросжигатели Которые Обещают Как бы это сказать В общем Сожрал и похудел Опять же Вот все думают Что жиросжигатели Работают вот так Нет Ничего подобного В такую дурь Я никогда Не верил Ну и вы Как люди Я надеюсь Все-таки умные Тоже верить Ни в коем случае Не должны А вот Препараты Которые помогают В деле Похудения Вот это другой вопрос Вот чувствуете Разницу В формулировке Вот именно Препараты Которые Помогают Стимулировать Процесс Похудения Вот Да 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 Но Обо всем По порядку Какие вообще В принципе Добавки к рациону Я Использую Использовал И буду использовать В будущем Безусловно Самое Наверное Очевидное То что Стоило бы Поставить Наверное Первым пунктом Что я и сделал Это Безусловно Витамины Ну Не обращайте Внимание На Название Понятно Что В любой Аптеке Огромный Их выбор В моем Случае Комплевит Ни в коем Случае Не реклама Но Просто Вот как Есть Почему Именно Комплевит Во всяком Случа Для меня Если уж Рассказывать Так вот По брендам Да Все очень Просто Удобная Форма И удобная Дозировка Одна Таблетка В день Все Курсами Опять же Как рекомендовано Производителям То есть Никаких Сверхъестественных Усилий Прикладывать Не надо Для расчетов Каких-то Там Или гуглить Что-то Нет Не требуется Принимается Так как В общем-то Написано В инструкции Или на упаковке Все очень просто Там обычно Рекомендуется Курс Месячный И месячный Перерыв Вот и все То есть Ну Вот так Вот Следуйте Указаниям Производителя Ну И Если хотите Проконсультируйтесь С врачом Тоже Вам Может Какие-то Анализы Придется Сдать Вдруг У вас Аллергия На что-нибудь На какой-нибудь Витамин Не Ну Глупости Конечно Но Так или иначе Проконсультируйтесь На всякие Случаи С врачом Дальше Второй Компонент Вторая Добавка Такая Интересная Которая Уже Действительно Интересная Витамины Витаминами Но Есть вещь Которая В принципе Очень здорово Помогает Именно Похудению И работает Как жиросжигатель Ну Как бы Во всяком случае Стимулирует Процесс сжигания Жира Ну не то что Стимулирует Участвует И помогает Вот Вот так Правильнее сказать Это внезапно Внезапно Рыбий жир Ну Видите Видео О пустых Баночках Я говорю Я бьюти-блогером Скоро стану Ну Опять же В моем случае Вот Это из последнего Омеганол Еще принимал Всякие там Дешевую фигню Какую-то Биофишинол Еще что-то было Не принципиально Опять же Тут единственное Что нужно следить За тем Чтобы В составе Обязательно Было указано Что Ну во всяком случае Ну хотя бы Омега-3 Есть И что Обязательно Присутствует Непосредственно Рыбий жир В составе Именно рыбий Ну можно рыбный Рыбий Не принципиально Лишь бы это был Рыбий жир А не льняное масло Вот обычно Их маскирует Их маскирует Рыбий жир Вот ни в коем случае Не перепутайте И внимательно Изучайте состав Прежде чем Купить что-либо Смотрим на упаковку И там может оказаться Такая фигня Льняное масло В которое Добавили еще Искусственно Там Витамины Там Ну вот эту Всякую фигню Это не подойдет Нужен именно рыбий А лучше рыбный Это большая разница Вот именно рыбный жир Рыбий Рыбный Непринципиально Почему Я уже в предыдущем ролике Говорил Вот это к Борису Цацулину Кстати Он запустил Собственный бренд Как же он его назвал Забыл А СМТ Рыбий жир Вот Вот Идите к Борису Цацулину Узнавайте Почему рыбий жир И почему Льняное масло Вообще В принципе Бесполезная хрень Вот так Вот действительно Льняное масло Бессмысленно Употреблять В качестве Жиросжигателя Внезапно Рыбий жир Обязательно Должен быть в рационе Не пугайтесь Если 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 Вы боитесь Рыбьего жира Как чего-то такого Вонючего Ужасного Невкусного Ну Давно уже есть Разумеется Капсулированная форма Так что не надо Морщить нос Самая обычная Такая капсула Ну Капсулы Потому что Там достаточно Большой объем Требуется Вопреки Опять же Рекомендациям Производителя Которые В большинстве Случаев Вот всегда Всегда Это Очень важно Производители Таких вот добавок Стараются Как бы сказать Обезопасить себя От Злоупотребления Препаратами И всегда Прописывают Ну какие-то просто Ну Ну минимально Эффективные Дозировки Минимально Эффективные То есть Вот В лучшем случае Чего вы добьетесь Ну Может быть Ну чуть-чуть Улучшится Как-то вот Такое Общее Самочувствие В нормальном Виде Опять же Вы должны Сами для себя Рассчитать Свою собственную Дозировку Не о каких Там Могут Написать В инструкции Вот К рыбьему жиру Что там Ну там Кушайте одну Там 2-3 капсулы В день И все будет Вам хорошо А на самом деле Потребность В этих кислотах Измеряется Если мне не изменяет Память В омега-3 Что-то около 10-12 грамм В чистом виде Ну вы себе Представляете Сколько на самом деле Требуется Сожрать Подобных таблеток Подобных капсул Далеко даже Ни одну ложку Вот именно В жидком виде Вот так вот Нет На самом деле Нет Меньше Потому что Полиненасыщенные Жирные кислоты Вы получаете Еще и Разумеется С обычной пищей Само собой И уж тем более Вы употребляете В пищу курятину Ну или там Мясо какое-то Другое И так далее И так далее То есть Там тоже Безусловно Присутствуют Полиненасыщенные Жирные кислоты Ну если вы Конечно Не отбитый На всю голову Веган Ну и Самое Главное Самое Главное Вот такое Знаете Прям вот Тема для Срача А работает Работает ли Различная Химия Вот Конкретно Химия Натуральная Химия То есть Витамины Рыбий Жир Там Все такое Это понятно Витаминные добавки Которые просто Улучшают Самочувствие Позволяют Пахать Больше И соответственно Вот Разумеется Разумеется И спортсмены Постоянно Это все Хавают Там ничего Сверхъестественного Ничего удивительного В этом нет А есть ли что-то Что вот реально Конкретно Направлено На уничтожение Жира В организме Нет Не ведитесь Ни в коем случае На эту фигню Никакой Отрицательной Калорийности Ничего Подобного Ну не существует Это все Конченый Бред На самом деле Препараты Которые Могут вам Помочь В уничтожении Жира Работают Исключительно Опосредованно То есть Жир Уничтожается Только благодаря Физической Нагрузке Химически Его Ну Удалить В принципе Можно Его из организма Просто механически Вычистив Растворив Его ультразвуком И соответственно Высосав Это называется Липосакция Ну да Вот так можно Но это не похудение В нормальном Понимании Этого слова Но так или иначе Да Это сработает Это единственный Не физкультурный Способ Вывести Жир Из организма Единственный Физкультурный Способ Предполагает Активизацию Процессов То есть Дефицит Энергии В организме Нехватку Вот тех самых Типа Как бы Калорий И соответственно Перевод Жира Обратно В Энергию Скажем так И соответственно Использование Этой энергии Для жизнедеятельности Голодающего По углеводам Организма Об этом Я говорил В предыдущем Ролике Так вот Из всего Что я Рассматривал Рассматривал я Просто огромное Количество Различных Препаратов Вот По серьезному Заморочился Рассмотрел Ну Десятку Два Наверное Примерно На Спортсвике Там вообще Сумасшедшие Препараты Называются Господи Это кошмар Какой-то И повышающие Температуру тела Да Конечно Калории Жгутся Но Это же Это же Дебилизм Просто так Повышать температуру Тела Вы что Ребята Вы серьезно С ума сошли Это 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 психоз Нет Вот От подобной Хренотени Идиотизма Я безусловно Сразу же Ушел И даже Не рассматривал Это как Сколько-нибудь Приемлемый Путь для себя Ни в коем случае И для вас Это вообще Вот Даже не подходите К подобной химии Не существует Никаких таблеток Которые Вот Лежа на диване Помогут вам похудеть Вот Нет таких таблеток Их не существует Точка А вот Что нужно делать Это Создавать Создавать дефицит калорий Как я уже сказал Ну и Соответственно Чем больше Этот дефицит будет Тем лучше Ну С точки зрения похудения Когда конечно Там вообще пропасть Между показателями Потребляемой И тратимой Энергии Ну это Это уже Концлагерь Но Так или иначе Проблема Заключается Вот в чем Мне необходимо Было увеличить Выносливость Организма Я невероятно Сильно уставал Ну вы представляете Да Огромная туша 120 килограмм И тут Внезапно Физическая работа Так вот Как бы Падает на голову Да Представляете Что происходит Восемь часов Условно Там Кувалдой Махать После Многих лет Сидения на жопе Офисная планктонина Которая взяла В руки Кувалду Оказалась Ну условно Опять же Вот так В концлагере Вы себе Представляете Что это такое Дикий стресс Для организма Безусловно И Само собой Само собой Мне Было Охренительно Тяжело У меня была Одышка Я потел Месяц Я просто Весь мокрый Был насквозь Я приходил На работу Одевал Спецуху Через Полчаса Максимум Начало Смены Все Я насквозь Весь мокрый Я теку Уже Ничего Не поможет Даже Не обтереться Ничего Насквозь Мокрый И так До конца Смены Вот в таком Состоянии Натурально Пахать Пахать И пахать Представляете И что-то Надо было делать Потому что Реально Приходишь В таком Состоянии Домой Умылся Помылся Душ Хоть что-то Закинул В топку Ну в смысле Ужин И Все До следующей смены И вот так вот Смены 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 Выходной Слава богу Можно пожрать По-человечески Время есть Вот соответственно Я начал искать Пути повышения Выносливости Организма Рассмотрел Около Двух Десятков Препаратов В том числе Не обламывался Смотреть Безрецептурный Реальный Настоящий Действующий Допинг И Разумеется Стероиды Гормоны Все дела Ну Понятно Что гормоны И стероиды Как Вещества Наркотические Запрещенные В российской Федерации Тут же ушли Далеко На задний план Разумеется Я от них Отказался Там в первую же минуту Понял Что это Дохлый номер А вот Два 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 Препарата Из всего Этого списка В общем-то Оказались Доступными И в принципе Есть в любой Аптеке Это Мельдоний И Левокарнитин Мельдоний Я Рассматривал Как раз Что вот Да Эффективно Действительно В первую очередь Он помогает Нормализовать Как бы это сказать Кислород Транспортную Функцию Всего организма То есть Улучшает работу Сердца Сосудов Нормализует Давление В моем случае Вообще В вашем случае Ну в случае Нас Жердяев Короче Это очень важно Плюс Под нагрузками Разумеется Сердце Аритмия Сумасшедшая Начинается Разумеется Оно молотится Начинает работать На износ Нагрузки Сумасшедшие То есть Чума Просто чума И мельдоний В принципе Бы сработал Но тут как Тут мне прям Вот повезло Наверное Знаете Это был уже Октябрь Наверное Или ноябрь И тут начинается Вот этот вот Скандал Аж до меня Дошло Это при том Что я не смотрю Телевизор Не читаю Газет Тут до меня Дошло Что вот Заносят Мельдоний В список Запрещенных Допинг Препаратов Вот эти вот Антидопинговый Комитет Значит работает Но Как-то Что-то после этого Как-то и стрёмно Понимаете Стало То есть Вроде да Ну Вроде бы Безопасная Фигня Тем более Когда покупал Витамины Видел Как бабульки Его покупали Вот так вот То есть Без Без рецептов Спокойно Я даже спросил А что Вот Просто так берут Ну да А что для сердца Препарат Ну Отлично Хорошо Вот В общем Я отказался От него Ну и Опять же Если его Занесли В список Запрещенных Веществ Это уже Тогда Я думал Что Ну в принципе Я скорее всего И займусь Какой-то Тяжелой Атлетикой И Если уж Так Заморачиваться Буду То На допинг Контроле Этот Мельдоний Разумеется Будет Найден Даже Не на Профессиональном Уровне Но так или иначе Вот Допинг Контроль Зараза Штука Такая Ну Лучше Уж Вообще Без Чего Быто Ни Было Чем Вот так По-идиотски Запороть Запороть Себе Все удовольствие Скажем Так От жизни Поэтому Я Остановился На втором Варианте На Эль Карнитине В моем Случае Самым Эффективным Не в плане Не в плане Бренда А в плане Дозировок И формы Оказался Вот Такой Вот Эль Карнитин Вот не могу К сожалению Вам показать Банка Пустая Еще Две Банки Таких Стоит 750 Вот 750 Миллиграммовые Капсулы Желатиновые Стандартные Ну Обычные Пилюли Такие 75 Грамм То есть 100 капсул По 0.75 Дозировка Оказалась Удобной Сначала Первый раз Когда я Начал Пробовать Сработает Ликарнитин На мне Я сделал Большую Глупость Потому Что Уже В октябре По-моему Второй половине Начале Ноября Ну да Первый месяц Я отработал Понял Что Это пипец Я подыхаю Узнал Посмотрел Вижу В аптеке Да Есть Спросил Есть ли Ликарнитин Да Есть Дали мне Ликарнитин Но не вот Такой Не в такой Форме А в форме Саше Порошка Такие Пакетики Ну Как Я не знаю Вот такие От гриппа Там Всякую Сыпучку Продают Там Сыпешь В кипяточек Разболтываешь Вот то же самое Только для холодной воды Там с лимон Ну с витамином С А там с лимонной кислотой Каким-то привкусом Вот Но я сильно накололся Глупый был Неопытный Дозировка Дозировка была Всего-навсего 350 миллиграмм А по инструкции Получалось Что всего-навсего 800 миллиграмм В сутки Там было Потребление Ну так или иначе Месяц я его жрал Какого-то суперэффекта Не ощутил Но в общем виде Я перестал По крайней мере Потеть И прям так Совсем уж Подыхать А это как раз Получается Первый курс Курс Первый Ну да Первый курс приема Потому что рекомендуется Его принимать Именно вот так вот Курсами Один месяц Принимается Затем там Несколько недель перерыва Ну Я для себя понял Что от зарплаты До зарплаты В принципе разумно То есть Купил с одной зарплаты Месяц принимаешь И до следующей зарплаты То есть Получается Месяц перерыва Приблизительно Вот как раз 100 капсул Это 3 капсулы в день Ну 33 дня получается И 27 там Приблизительно Дней перерыв Нормально Нормально 4 недели перерыва Классно Вот В таком виде да Ну а на тот момент Получилось Что Я покупал его Дико задорого И в совершенно Неэффективной Концентрации Это когда Уже начал изучать Уже более детально Именно карнитин Искать отзывы Искать Как бы это сказать Истории успеха А теперь вот История успеха Новая Значит Искал 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 В общем Наткнулся На информацию Ну собственно И исследования Заодно Реальные Нормальные Толковые Исследования С выкладками С проверками Плацебоэффекта С контрольной группой В общем Натурально Мощно Правильно На несколько Таких исследований В общем Выяснил Что на самом-то деле Дозировки Вот эти 350 700 Даже 1 грамм Это Ничто Просто Ни о чем Дело в том Что его В организме Каждый день Синтезируется Гораздо больше И Дополнительный Прием Даст Ну Какой-то Ощутимый Эффект Ну Только От Полутора Грамм От Полутора Грамм Запомните Эту циферку То есть В моем случае Вот двух Капсул По 750 Миллиграммов Я для себя Выяснил Когда уже Понял Что дозировка Должна быть Значительно Выше Вот когда Я для себя Это выяснил Понял Что в моем Случа Работает Вот где-то Примерно 2,5 Грамма Вот так Вот То есть Меньше Ну Можно Принимал Я его По схеме Которую Детально Описал В статеечке В своем Блоге Вот Идите туда Читайте Да-да-да Статья Опять дополняет Этот видеоролик А видеоролик Дополняет Статью Буду Обязательно Продолжать Использовать Элькарнитин Сейчас Я его Не принимаю Потому что Блин Я на больничном Нахожусь Плюс у меня Отпуск был В общем Беда Бедовая Последний Прием Был Как раз Вот В апреле Когда я Взвешивался И продолжал Худеть 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 И когда я В отпуске Взвешивался В середине Самого отпуска Я его Уже Как раз А ну вот Как раз Уже и Закончилась Банка Последняя Вот Вот Месяц Месяц Получается Как я Карнитин Не ем И казалось Бы Надо Начать Но я Вот Оказался На больничном Так вот Вот Именно Тогда Вот До Восьмидесяти Килограммов Дошел Вот На л-карнитине Да Он работает Работает Реально Работает Но не так Как Этого Можно Ожидать Это Не прямой Жиросжигатель Это Вещество Которое Позволяет Увеличить Выносливость Организма Вот Так вот И соответственно Вы выполняете Больше работы Ну Физической Разумеется И соответственно Сжигаете Больше энергии Соответственно Сжигаете Больше жира Это все равно Что Знаете В автомобиле Настроить Систему Подачи Топлива По-человечески Чтобы ничего Не стекло Вот Только в обратном смысле Чтобы ничего Не терялось И полностью Сжигалось В цилиндре Вот Главное Правильно Настроить Систему Зажигания И систему Подачи Топлива Тогда все Будет работать Идеально А если Вот Получается Перерасход Бензина А в нашем Случа Наоборот Нехватка Физической Активности И соответственно Нехватка Того или иного Транспортного Вещества Для жира И он Не расходуется В том виде В котором Он может Расходоваться Вот Л-карнитин Помогает Увеличить Расход Жира Вот Вот Мельдоний Ваш Выбор Но Проконсультируйтесь С врачом Как и в случае С любым Другим Препаратом Ну Витамины Рыбий Жир Тут Уж Понятно Совсем Уж Не Отравитесь Наверняка Но Опять же Следуйте По крайней мере Инструкциям В случае Витаминов И Само Собой Рыбий Жир Для себя Норму Рассчитайте Самостоятельно Это уже по исследованиям Ищите нормы Ищите Ищите информацию Под себя На этом Пожалуй Все Читайте Статеечку У меня В блоге И Разумеется Задавайте Вопросы В группе Вконтакте Вот Приходите Задавайте Побольше Таких Наводящих Вопросов Интересных Буду стараться На них Ответить Развернуто Детально Честно Открыто Я открыт Для диалога Всегда Можно Со мной Почесать Языком На Какую Нибудь Такую Тему Ну и Конечно Всегда Буду Рад Вашим Советам Вашим Историям Вот Обязательно Мне интересно Узнавать Новых Людей Так что Вступайте Пишите Пишите Задавайте Вопросы В соответствующей Теме С вами был Бутылка с Господа Не теряйтесь Подписывайтесь На канал Пока Субтитры